О готовности сотрудничать заявил полпредпрезидента Юрий Трутнев, открывая третий Восточный экономический форум. Он подчеркнул, что в АТР больше нет такого богатого, но экономически мало освоенного пространства, как Дальний Восток. Дипломаты из Вьетнама, Индии и США выразили готовность развивать экономические связи. Далее началась работа круглых столов. В этом году во Владивостоке были запущены первые инвестиционные проекты по производству бриллиантов и ювелирных изделий. Проблемы и перспективы алмазной отрасли обсуждали сегодня на одном из круглых столов Восточного экономического форума. Дальний Восток России является мировым лидером по добыче алмазного сырья. На его долю приходится 81% запасов алмазов в АТР. Однако практически все уходит на экспорт и граничится в третьих странах. Именно в Индии сосредоточены крупнейшие мощности по огранке. Российская обработка драгоценных камней переживала в последние годы тяжелые времена. В России ограничится всего 2% бриллиантов, произведенных в мире. Мы являемся частью глобального рынка. И те глобальные процедуры, которые на сегодняшний день происходят на рынке, не назову огранки, а на рынке бриллиантов, на рынке среднего сектора алмазного трубопровода, они наиболее опасны на сегодняшний день для всех. Потому что я очень уважаю наших индийских коллег, но ту систему, которую они создали, доставляет большие страдания им самим. И буквальная, собственно, череда банкротств, которая произошла в августе месяце, говорит о том, что отрасль, честно говоря, нездоровая. Как признают эксперты, в отрасль вовлечены огромные финансы, но они не работают так, как должны. Огранка становится невыгодно предприятиям. Чтобы исправить положение вещей, правительство разрабатывает программу финансовой поддержки алмаза-огранки. За это ведем переговоры относительно привлечения международных центров сертификации на территорию России, с тем, чтобы упростить процедуру сертификации, поскольку 95% производимых бриллиантов на территории России идет на экспорт. Если убрать Владивосток, то проектом дорожной карты предусмотрено рассмотрение вопроса о ведении пилотного проекта «Такс-фри» на территории свободного порта Владивостока. В мае месяце было выпущено постановление, которое расширило полномочия Минпромторга России. Теперь, то, что касается субсидирования процентных ставок, займов для предприятий, все эти механизмы должны заработать. И мы надеемся, в скором времени они даже и заработают. И на самом деле мы смотрим с оптимизмом в будущее. Внести свою лепту в развитие отрасли собираются и частные добывающие предприятия. Так компания «Алроса» заявила о старте программы финансовой поддержки «Алмаза-огранки». С Минфином обсуждаем, рассчитываем, обсчитываем возможность увеличения рассрочки платежа. Мы в то же время понимаем, что наши огранщики, наши предприятия также с них требуют рассрочки крупной ювелирной сети. В 2017 году в Приморской столице впервые были запущены инвестиционные проекты в области производства бриллиантов и ювелирных изделий. Индийская группа компаний KGK открыла фабрику по огранке бриллиантов. По словам экспертов, огранка драгоценных камней во Владивостоке имеет ряд преимуществ. Возможности для инвесторов уникальны. Здесь хорошие, низкие налоги, социальная безопасность, налог на зарплату, налог на НДС. Это то, что делает правительство, это действительно помогает нам работать в Индии, приглашать и подготавливать наших рабочих здесь, наших огранщиков здесь. Вот эти уникальные экономические возможности, которые государство дает. Это потом географическое, потому что Азиатско-Тихианский океан близок к Владивостоку. Это очень хорошо. Китай близок, Япония близок. Все наши клиенты, если они хотят, можно приглашать в Владивосток. В заключении спикеры пришли к выводу, что на сегодняшний день российская огранка в процессе развития. Разрабатываются и принимаются законодательные инициативы, а основные добытчики драгоценного камня идут навстречу бизнесу. Катерина Матвеева, Станислав Лазерный, Новости на Восьмом.